Ровно 24 часа остается до моего возвращения в Россию, в Москву. Если все пойдет хорошо и по плану, то приземлюсь я в Москве 8 сентября в 6.30 утра. Появились у меня некоторые очень важные дела, из-за которых мне понадобилось прервать мой двухмесячный тур с семинарами. И еще я очень рад, что совпало это с днем рождения моей мамы, с днем рождения моего хорошего друга Димы Ишанькина. Надеюсь, что мне удастся приехать и всех поздравить. Кстати, сейчас мой самолет только припарковался, я не знаю, как это правильно сказать, пришвартовался, припарковался, прибортовался к гейту И-11. Я 24 часа, мне предстоит добираться до Москвы, долго, но что делать, я к этому привык. И сейчас, ребят, находясь в аэропорту Лас-Вегаса, я, кстати, в аэропорту Лас-Вегаса, пусть вас не смущают эти аппараты, именно так встречают в Лас-Вегасе своих посетителей и начинают разводить на бабки, уже начиная с аэропорта. И провожая из Лас-Вегаса, если бабки еще остались, вот, я, к счастью, миновал этой байды, я слез с этой темы, хотя несколько лет назад вместе со своими друзьями Димой Лапиковым и Михаилом Кокляевым мы пропадали в казино, так сказать, шпилили. У нас есть такое выражение «шпилить». Вот сейчас мы с этой темой слезли, к чему я очень рад, надеюсь, навсегда. И вот сейчас, находясь в аэропорту Лас-Вегаса, читаю комментарии под последним видео сегодняшней тренировки, где я делаю рывок с остановкой возле колен и где вы негодуете по поводу моего мата в видео. Ребят, хочется мне по этому поводу немножко сказать. Вот сейчас, когда я уже немножко с другими эмоциями нахожусь, да, я уже не куражусь, я такой на расслабончике, мне, конечно, тоже мата режет ухо, мне кажется, что этот мат не уместен в видео и так далее. Я вас абсолютно понимаю и заранее извиняюсь перед вами, если кому-то это не понравилось, кого-то это обидело, расстроило, разочаровало и так далее. Но вы должны понимать, что когда вы сидите перед компьютером и когда вы подходите к штанге, к весу, который вас может действительно поломать, то вы испытываете немножко разные эмоции. И, конечно же, когда вы сделали, когда вы подняли большой вес, то мат, он непроизвольно вырывается. И когда вы уже записали определенное видео или подняли вес, то очень жалко это видео вырезать, не выставлять или так далее. Конечно, хочется в определенной степени похвастаться и поддержать, так сказать, свои социальные сети и оставить это видео себе на память. Поэтому я выставляю. Конечно, я мог бы и обрезать это видео, убрать, запикать мат и так далее. Но я такой, какой я есть. Я никогда не старался показаться лучше, чем я есть на самом деле. За это меня очень многие люди не любят, потому что я всегда говорю, что я думаю. Я выражаю эмоции, те, которые я действительно чувствую. Но многие люди как бы за это же меня и любят, за это же меня и уважают. И главное, что я верю в то, что это действительно правильно. Надо быть тем, кем ты есть и не стараться показаться тем, кем ты не являешься на самом деле. Поэтому, ребят, если я кого-то обидел, извините. Если я кому-то сделал что-то нехорошее, тоже меня простите. Но я такой, какой я есть. Что еще? Что еще я хотел сказать по поводу видео, которое я сейчас начал записывать. Оно получится, я думаю, длинное. Так как я хочу вам показать те два с половиной дня, которые я сейчас проведу в Москве. Обычно я для вас показывал мои путешествия, мои семинары, мои тренировки. Но обучающие тренировки и так далее. Но сейчас идет такая тенденция в Ютубе, что вам больше нравится лайф. То есть мы действительно представители силовых видов спорта. Неважно, фитнес, пауэрлифтинг, бодибюдинг, штанга. Мы уже показали полностью все обучающие упражнения и так далее. Поэтому сейчас вы даже сами больше склоняетесь и просите того, чтобы мы показывали больше лайф, нашу жизнь, какие-то эмоции, делились с вами какими-то эмоциями, впечатлениями и так далее. Поэтому, ребята, эти два с половиной дня я вам покажу, что я буду делать в Москве, для чего я вернулся в Москву. Надеюсь, вам это понравится. Надеюсь, что это будет не зря для меня. И в то же время это очередной раз вас не заширует. Поэтому удачи, ребят. Ну что, как я и планировал, через 25 часов добрался я до Москвы. За последние два года очень полюбил я этот чистый московский воздух. Всегда рад сюда возвращаться. Люди за границей едут отдыхать, а я сюда возвращаюсь. Здесь отдыхая, вон, Григорина подъезжает. Приехали поздравить второго именинника, рожденного 8 сентября. Где они? Сейчас посмотрим. Вон он. Вон он. Дядя Дима, будешь поздравлять? Вот он. Молодой, перспективный. Привет. Здравствуйте, здравствуйте. Поздравляю тебя. Поздравляю тебя. Вот она, смотри. Привет. Признай, признай, сколько тебе лет, Дима? Тридцать восемь. Тридцать восемь? У тебя так много раз видно. У на фотографиях она в живой первый раз. Чуть-чуть помятый пакетик. Ты ее первый раз видишь? Да. А папа еще и сканер, вот свои пиеты. Свои камеры все. Эмммдэмстэ, а что тебе можно было подарить? Эмммдэмстэ, я. Ой, не коси. Все. Мэрс физик. Ай, класс. Будешь, по-моему, в физику выступать, да? Все, на соревнования шаги. Если буду выступать, давай тикшот. Окей. Слушай, супер. Ну, давайте знакомьтесь, мальчик и девочек. Ну, это не все, а то скажешь, только трусы подарил, емммэ. А-а-а. О-о-о, смотри. Это откуда? Лас-Вегас. Откуда он приехал-то? Лас-Вегас. Какой хоть размер-то, Эммм? Я переодеваюсь. Меня нравятся крючки такие. Я знаю, что тебе твой стиль. Это он раз спрашивал. Помнишь, Ленуся показывала? Конечно. Он как раз спрашивал, что он там показывает? Что он там обвинет? Дима, а вы же не можете отказать, мы же МНТ-рс видели. Здорово. Поздравь, Дима. Все в нарядах. Мы что-то говорили. Дима, как ты бедный. Нам просто Ксюха сказала, что тебе одеваться, одеть нечего. Слушай, что правда что-то, у вас тоже что-либо нададите? Да. Мы что-либо умели. Кофточку, футбол. Здорово, Денис. И шорты. Привет. Дима, давай. У тебя такой гламур такой. Версачий. Ух ты, в моем стиле, ух ты. Я вообще думала, что Вася сейчас приедет. Маму еще бы все было. Все. Красавчик. Сейчас скажут опять православие головного мозга. Православие головного мозга у меня, а вы рабы своего мозга, у которого не у всех он еще и есть. Так, не грубив. О, все. Да. Это веревочку. Да, будет веревочку. Спасибо вам, красивый стилочек. Кто побил, ты уже тебя. Это он кручен. Кровь сдавался. У меня из трехов. Нуждаешься, ну? Я просто... Не, я, кстати, договорился, но что-то так. Ну, пускай расстались ненадолго, но все равно немного жаль. Хорошая моя, я бы тебе сейчас печалью, ты требует душу нелюбви. Необычальная печаль. Ну, нормально. Ты помнишь, когда мы это делали? В 2004-м. А не раньше? Нет. В 2004-м, да? Я же тогда тебя на камеру снимал. И вот с 2004-го года, я все думаю, надо мишеньку попробовать повторить. Но я на 70 слазил. Это тоже можно людям передать эстафеточку-то. Некоторым взрослым дядькам. Это для избранных. Реально. Это очень тяжело делать. Да. Слушай, граником, смотри. Да. Крутотень. Это с СССР. Это с СССР. Это с СССР. И волосатый волосатик. Все правильно сказала, Ксюх, поэтому мы и здесь. С Днём рождения. С Днём рождения, Дима. С Днём рождения. Подготовился. Не, подожди. Я просто видел свечки сегодня. Да. А, да? Вот сейчас, знаешь, я покажу. Дима, прости меня, пожалуйста. Ну, че? Но в магазине не было синего цвета. А, две когда. Был только розовый. Ну, это нормально. Нормально. Пацет футболки. Пацет футболки. Да. Это я тебе на торт поставила. Я желаю пока что, чтобы в следующий раз мы собрались и было вот так. А будем когда вы сможете купить трюки сейчас? И будем задувать. Знаешь, че такой. Подожди, Дмитрий, я покажу тебе. Дуй! Дуй! А у меня сестра стоит сестра такая хозяйка. Вы что же у него маску сняли? Быстро маску одеть. Как-то быстро сторик идут. А я когда-то сразу эти свечки оставлю для 80-х. Розовые. Да. Да. Да, может, это нелюбимый цвет его будет к 80-х. Мы сейчас тоже нелюбимый цвет. Сейчас слишком много розового. Перекраски. Опять розовый. Все чистые, да? Дима, где такую шапку взял? У детей отобрал. У детей отобрал? Мишанька, че сейчас в твоей жизни творится? Расскажи вкратце. Вкратце? Вкратце по КТ. После курсовая терапия длится вот с титанов. Очень плохие анализы. Вот скоро выйдет видео о моих анализах, которые я сдал. Почему ты начал это делать? Ну, потому что бодибилдинг, он же здоровья просит. А с такими анализами, я думаю, недолго бы был бодибилдером. Вот. Поэтому решили. Ну так, просто взяли так и решили обследоваться. Обследовались, посмотрели. И, конечно, так, ну, неприятно уже снились. Тебе, ну, вообще, самому не страшно было эти анализы делать? Потому что мы же проходили тумо. Я что-то после умо всегда так, у меня такой осадок оставался. Я всегда считал, что я такой крепкий и здоровый, а потом раз, и там хреново, там хреново. Нет, ну, конечно, там страшно, но а че? Я же знал, что я играю с огнем. Я имею в виду, употребляя запрещенные препараты. Поэтому, когда это уже, я уже их увидел, эти анализы. Вот, поэтому сейчас уже первое лицо ужасов у меня уже прошло. Вот, так что ждите теперь вы. Ну, многие скажут, что да, нормальные анализы. Ну, для меня это ненормально. У меня были гораздо лучше анализы. Вот, чем сейчас. То есть, может быть, и сказался и возраст. Может быть, и сказалось то, что я, начиная с 13-го года, делаю только большие курсы, такие, трехмесячные. И мостики двухмесячные, большой курс, такой, что мостик там двухмесячный. То есть, и без перестана до, считайте, до мая 2015-го. Что ты решил в бодибилдинг сейчас бахнуть? Да просто хотел, хочется, чтобы кости отдохнули. Во-первых. То есть, это нагрузки эти все. Потому что готовится тянуть, допустим, те же самые 400 килограммов. Нужно от тяги работать там 208-90-300. Пару раз в месяц за 300 килограммов там уходит. То есть, это нагрузка. То есть, как сказал один великий спортсмен, олимпийский чемпион Атланты Алексей Петров. Ну, мясо же должно тоже отдыхать. И кости. То есть, и психика отдыхает, и кости отдыхают от больших весов. То есть, нужно, грубо говоря, дать себе отдыхать. Знаешь, звучит так, как будто ты будешь качаться просто ради того, чтобы сделать перерыв, а не с того, чтобы действительно какую-то форму сделать. Или ты хочешь все-таки воткнуться? Я говорю, что на выступление, если не получится, потому что я не говорю, что у меня какие-какие пропорции. У меня широкая талия и длинные руки, которые плохо качаются. Я, может быть, даже постесняюсь выйти на площадку, на подиум. Я, конечно, попробую это сделать, но для меня задача просто даже метаморфозироваться примерно в такого чувака, как рок. Эх, Мишаня, помню, сидели мы здесь тоже задолго до соревнований с такими, да мы так попробовать, попробовать. А знаешь, потом, когда смотришь в социальных сетях, а этот форму набирает, этот форму набирает. Знаешь, такой начал проявляться спортивный такой азарт, спортивная злость. И все действительно начали бороться, да? То есть все действительно воткнулись в эту борьбу. Я думаю, что у тебя тоже такой будет период. Здесь нужно другое. Вот тебе, допустим, что нужно было сделать? Тебе нужно просто было начать хорошенько жрать и качаться еще. И у тебя сепарация была, и ты занимался когда-то штангой. Нет, здесь хотелось именно сделать себя лучше. А здесь чувак, который весил там, я в свои лучшие времена весил далеко за 170, да, и в межшезоне, и вот сейчас на ПТТ у меня вес не опускается ниже 150 килограммов. Потому что я понимаю, что это немножко другое. Для меня, я говорю, у меня вот, как этот артист, который, рок, как он, такой, Дуэйн Скала Джонсон. Вот до такого уровня мне сдуться и будет ненормально. То есть ты хочешь сдуться именно? Просто, ну, нет. Что для тебя будет хорошая форма? В чем она будет проявляться? Ну, такая, чтобы вот у меня рука лучше бороться была 56, чтобы она у меня так 56 осталась. Талия ушла сантиметров на 20 на 30, ляхи, чтобы хотя бы до 75 сантиметров, не там, не под 90, чтобы ноги были постройнее, да, и ширина плеч осталась, да. Все, то есть вот это задача вот в этой метаморфозе. А там посмотрим, как ты говоришь, азарт появился. Пойдет, пойдет. Кто, кстати, у тебя соперник, ты знаешь уже? Ну, в... В этой номинации? В этой номинации, конечно. Ну, я, честно, не смотрел. Не смотрел? Я сам у себя соперник. Я, кстати, тебе скажу, я на многие вещи сейчас стал вообще глаза закрывать. Я вспоминаю себя, когда я тогда пережил, когда я плакал, потому что меня там не брали на какие-то соревнования. Я плакал, почему? Потому что я не мог поднимать рекорды. Я переживал из-за того, что люди, которых я считал близкими, меня предавали, да. Сейчас наступил такой момент, когда, может, при оценке ценностей началась или продолжается, да. Я на многие вещи смотрю, но как на пустое. Вот мы с тобой сегодня разговаривали о федерации, да, о том, как ведут себя там наши главные тренеры, ведет себя там президент федерации, как вообще некоторые люди ведут себя, имея власть, да. Я вот смотрю, а я вообще это не считаю властью. Я вообще, я смотрю на спорт, как на, как мне сказали, Михаил, а что вы такого сделали? Вы просто, вы просто эффектно перенесли снаряд с одного места на другое. Типа, с чего вы взяли, что вы герой? Понимаешь, так можно про все сказать, про пауэрлифтера, который эффектно поднял от пола там или пожал лежа там. Про штангиста, может, что эффектно поднял с пола штангу на головой одним движением под названием рывок. Но поэтому я прислушался к этой критике, я подумал, блин, ёкарный бабай, это ведь так и есть. Понимаешь, вот это так и есть. Я тут на Варлогонзаводе узнал, что наши танкисты, производчики танков, передали в свое время индусам технологии производства танков. И они их собирают, а они у них не едут. Вот так. А оказывается, у нас есть такие инженеры, у нас есть такие токаря, которые толщину деталей могут почувствовать в микронах. Поэтому наш русский танк едет, наш Т-90 едет, а их танк до сих пор не едет. Знаешь, ты так это показал сейчас, что... Вот ты сам работал там. Поэтому я просто представляю, у меня хорошее воображение. Поэтому я считаю, что спорт, надо к нему относиться, как бы делать свое дело. И все, как сказал Федор Емельяненко, не нужно доказывать, что ты сделал, что ты будешь делать. Нужно доказывать все своими делами. Но и идти так... Поверь, я на многие ситуации уже сегодня реагирую с пульсом 60. Просто на многие. Я просто... Настолько со временем, с возрастом стала нервная система железная, что на многие вещи... Единственный минус от этого, когда ты уже это начинаешь осознавать, тяжело оставаться веселым парнем. Понимаешь? Когда ты смотришь на все вещи уже такими глазами, когда... Ты понимаешь, как это... Далеко по барабану. Ты знаешь, как это работает. Ты понимаешь, если ты будешь слишком к этому серьезно относиться, то ты просто сгоришь. Поэтому сразу вспоминаем гиблейские вещи, где написано «Не сотвори себе кумира». Сотвори себе кумира можно не только из человека, сотворить себе кумира и из спорта. Спорт возвести в кумиры. Возвести хобби, возвести в кумиры. То есть любую вещь какую-то возвести, поставить больше каких-то других интересов вечных. Семья, родина. Слушай, Мишаня, я тебя сейчас слушаю и я понимаю, что я, в принципе, сейчас так же отношусь к спорту, как и ты. Я понимаю, что это все такое, знаешь, не так на самом деле серьезно, да? Но мне кажется, что когда ты именно готовишься, когда ты еще молодой и не знаешь, как это работает, как ты сказал, да? То мне надо все-таки быть сумасшедшим и отдаваться на 100%. Мне кажется, без этого невозможно. Это такая, это такая жизнь. Надо пережить это. Потому что вот у меня племянник сейчас в армии служит, кандидат мастера спорта по штанге. Вот он мне еще только не пишет. Я переведусь там в такую роту, я переведусь туда. Я хочу после трех месяцев заключить контракт. Я говорю, тебе весы берут на войну. Пофиг, война так, все так война. Я себя вспоминаю, что такой же был балбес в 18 лет. Тебе казалось, что тебе хочется машину и тебе хочется ее прямо сейчас. Тебе хочется стать олимпийским чемпионом, тебе хочется стать олимпийским прямо сейчас. Тебе хочется, знаешь, признание, славу тебе. И хочется прямо сейчас. И хочется сказать ребятам, что ребята, трудитесь. Трудитесь и все будет. Трудитесь в правильном направлении. Даже хаотичное движение, там, бровновское, да, оно и то делает так, что вещества, допустим, нагреваются, да, что-то происходит. То есть делайте что-то в правильном направлении, и в итоге что-то получится. Поэтому тренируйтесь, пошите, но без фанатизма, потому что можно, если бы мне бы сейчас мой разум, который у меня сейчас есть, тогда, когда мне было еще, тогда же 20 лет, поверьте, уже 24-28 лет я бы уже был, близким чемпионатом, 100%. Я бы слился с этой системой, я бы научился там зарабатывать какие-то деньги. То есть ты бы все-таки это сделал? Я бы это сделал, если бы действительно я не гнал коней и не реагировал на все болезненно, на многие вещи. А я реагировал так, как у меня не было на тот момент мудрости и все, мудрости не было, житейской, обыкновенной. Поэтому вот так вот, поэтому моя трансформация, это просто моя жизнь. Смотрите на это, как на реалити-шоу, и все. Если уже получилось где-то засветиться мне, да, если вы уже знаете, там, фамилию Кокляев, там, имя Михаил, то это, ну, значит, у меня место есть быть, значит, будем делать, будем что-то делать, и вы будете за этим наблюдать. Не говорю, что хотите вы этого или не хотите. Что тебе сейчас больше всего хочется? Сейчас мне хочется до декабря месяца сделать все свои мероприятия, а их просто, я просто семью не смогу видеть. Потому что я еще в Тагиле нахожусь на работе на 5-дневке, и все выходные у меня будут в разъездах. Семинары, открытие залов, прочие такие мероприятия. Ты, Оксанка, ко всему этому относишься, к твоим разъездам? Ну, Оксана, я ему не спросил, ты счастлива, она говорит, нет, не счастлива, потому что тебя рядом нет. Вот так она относится, ее можно понять. Жалко, ты не в Москве живешь, так бы они с Ленкой моей сидели бы, прям причитали. Да нет, легче бы не стало. Легче бы не стало? Да что бы, они друг друга бы смотрели. Где твой это сейчас? Давай в социальных сетях посмотрим. Где они опять влазят? Поэтому на сегодняшний момент это наша работа, притом работа, я считаю, очень интересная. Она, я очень понимаю сейчас и актеров, и артистов, которые гастролируют, у которых, к большому счету, нет жизни там какой-то еще, помимо их концептной жизни. Но вот эти маленькие минуты побывания с семьей, они и открывают, показывают тебе счастье. Ты понимаешь, что такое счастье, понятие счастье. Потому что некоторые говорят, что такое счастье? Ну, я не знаю, для меня вот увидел, там бежит тебе маленькая девочка, которая 5 лет. Папа, папа, я по тебе так скучала. И ты начинаешь тебе целовать, ты понимаешь, вот это, вот это счастье и все. Там положили тебе там, чик-чик, там пачку оранжевых каких-то штучек положили. Ты вроде как бы счастье. Потому что они когда кончились уже, как бы, вроде и несчастье. Несчастье наступило, кончилась апачка. Поэтому, счастье ли это? Нет. Я всегда жене говорю, Ксюха, говорю, покупай, говорю, денег, говорю, много. Она, где сейчас их нету? Я говорю, в мире их много. То есть, теоретически их нужно взять просто и все. Чтобы практически они у тебя были. Поэтому вот сегодня, сегодня вот так. Ну, пока ты шашлык готовишь. Я не знаю, а он тут шот. Ну, мы же, мы же, мы же... Димон, я вопрос хотел Мишане задать, следующий. Димон, хотел Мишане вопрос задать. Я до сих пор удивлен, почему Миша в кино не снялся. И хотел ему вопрос задать, в каком фильме он бы снялся, если бы было бы желание, да? Вот ты бы в какой роли бы увидел, в каком уже из существующих фильмов ты бы его увидел, а? Какой-нибудь богатый какой-нибудь. Ну, какой? Девушки, древний, который всех вот так... Брят, этих... Всех вот так... Не, я бы сыграл дебила. Это ты можешь не играть. Ты так, ты так, ты так, ты так, ты так. Типа это, как Балуев сыграл, что ли? Не, 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 я бы сыграл какого-нибудь такого дебила, который... Я представляю, что с комментариев напишут. Не, не, допустим, пишут. Тебе прикинут, какие роли ему... Не, не, я бы сыграл, допустим, какого-нибудь дебила, от которого ничего не зависит, но в конце концов... От него зависело все. То есть появляется в конце он такой, при том, он такой... Знаешь, он такой... Он такой... Раз, вот, ладно, пацаны, хорош такой. Я предварялся. Это как в анекдоте, знаешь, когда пацан до 18 лет молчал. Молчал, просто ничего не говорил. Он слышал, но ничего не говорил. И вот его провожают в армию. Стол накрытый в деревне, длинный стол, все бухает туда-сюда. Он заходит такой... Люди! Баня горит! А мать такая раз... И села... Лешенька, ты что раньше-то молчал? Он говорит... А что было говорить? Все же нормально было. Вот и молчал. Понимаешь, примерно вот такого же дебила надо было... Можно было бы мне сыграть. От которого ничего не зависит. От которого он пришел, от которого занимали деньги, он про них забывал. Там, знаешь, там что-нибудь такое, знаешь. И вот он целует, какая-нибудь сексуальная баба, которая на кайослове такая... А этот-то... Амбал-то... Ничего. Я раз к ним, а он такой... Да ладно ты! Да отойди, что ты делаешь? И Саша вспоминается кинофильм «Человек дождя», где они с ним в лифте, и она начинает его целовать. И говорит, что ты чувствуешь? Он такой... Мокрое тепло. Мокрое и тепло! Ну, Саня, а почему бы ты сыграл эту роль? Ты ее чувствуешь? Ты знаешь, как ее показать? Или... Ну, потому что... Не, ну... Почему? Почему именно ее? Если играть, надо учиться идти. А если... Это какая-то кардинальная роль. Вот не, Гриш, вот на сегодняшний момент я не актер, но я прекрасно понимаю, что я сегодня режиссеру, который снимал этот рекламный ролик про меня, там, для Дром.ру, да? Он снял фильм «Поддубный» с Пореченковым. И... Я с ним начал на эту тему разговаривать. Он говорит, конечно, но тебе, говорит, Гамлета не сыграть. Гамлета, это вот Димон. Гамлета, говорит, тебе не сыграть, говорит, но 80% из тех качков, которых я знаю, они постоянно где-то задействованы, да? Где-то кого-то они играют. То есть я на сегодняшний день... Ты же не качок, я что? ...как я не актер, и я ему сказал, да и вы придете ко мне, вы тоже мастером спорта не сразу же станете там поповарить. Вам придется учиться. Я понимаю, что этому нужно учиться. Поэтому кого бы я сыграл, кого удобнее. Как у нас некоторые люди играют, они играют сами себя. Вот, поэтому, как бы, надо, можно сыграть самого себя где-то и все. Ну, красиво, чтобы там появиться где-нибудь эффектно. И зал такие... Кто знает, такие... А кто такие? Это кто-то, кто-то. Это Катя Миссечко. Слушай, Маленький, красавчик. Как сыграл нормально, да? То есть это эпизодическая роль, но она должна быть такая, просто как... Знаешь, ну не знаю. Я там этот Аполлон-13 смотрю, я вспоминаю только этого русского пьяного, который встретил их на международной станции. Который там вот какого-то ключом ударил, оно там все заработало и полетело. Для меня более произвел, когда там все такие напряженки, чик-чик, а этот такой, а сейчас. И ракета заработала, все такие, вау, круто. Кто тебя будет готовить на соревнованиях по бодибилдингу? Дима? Димыч, ну вообще, основной, по витаминам, по тренировкам, по сушке. Основной по витаминам, по питанию, я хотел бы, чтобы это был Дмитрий Шанкин, потому что я даже открою одну историю из моей жизни, наверное, из нашей жизни, когда получается с Димой, из всех, из всех, из всех. Бодибилдеров, пауэрлифтеров, ныне живущих, уже известных, популярных за счет интернета, за счет того, что у нас приходится, нам приходится пересекаться. Самого первого из другого вида спорта, не из тяжелой атлетики, вне Челябинской области, да, там я, потому что видел Игруса Нематольна, первого, кого я увидел из всей этой когорты сегодняшних топовых, да, людей, из железного спорта. Это был Дима Ишанкин, это было в 2002 году, вместе с Николиной гора, на Рублево-Успенском шоссе, он тренировал жену моего друга. Вот, и тогда она еще сказала, Миша, ты знаешь такого Дмитрия Ишанкина? Он чемпион мира по этим. Я говорю, по бодибилдингу, что ли? Я говорю, не знаю я такого, да, вообще никого не знал. И потом приходит Дима, Дима был постройнее, у него такая... Еще стройнее? Постройнее был, чуть-чуть, и прическа у него немножко была другая. Зачем ты это сказал? Ну, вот оно, поэтому как-то... Вообще, ну, на будущее, в мыслях, у меня и у Якова, то есть мы делаем этот проект, реальную качалку мы оставляем, но реально качалка будет, мы будем заниматься, тренироваться и с Шелестовым, будем тренироваться, и с Макшанцевым, будем тренироваться, и с Серегой Дмитриевым, будем тренироваться, с Сизых Юрием Палычем, то есть с какими-то фитоняшками тоже потаскать придется, с Юрием, с Валерой Жириной. Ты когда с фитоняшками начнешь, ты прям со мной потренируешься тоже, да? Что значит с тобой потренировать? Тебя с собой взять? С фитоняшкой, ты говоришь, что с фитоняшкой будем тренироваться, ты же про качалку говоришь? Ну вот, поэтому все эти моменты, ну, основной как бы классный руководитель это будет Дима, и остальные мы уже будем приобретать какие-то секреты, что-то, что-то. Я знаю, что спустите людей, чего никому не говорят никогда, вот, поэтому вот такое вот. Ну, вначале нужно восстановить, восстановить все свои показатели печени, крови, гормональ, гормоналку, все. А нервная система нормальная? Или тоже немножко уже так подустала? На автомате. На автомате? На автомате все, потому что в голове одни только слова, слова моего доктора-кардиолога, который сказал, что, Миша, ты понимаешь, что спорт это на всю жизнь. Вот, хочешь ты заниматься, ты не хочешь, ты должен уйти и заниматься. Поэтому я уже без фанатизма, я иду, у меня есть план тренировочный, вот, и я его выполняю тупо, и все. Миша, ну и последний вопрос, который задают уже, наверное, больше полугода, почему Кокляева не было на первых тайских каникулах, и будет ли Кокляев на вторых тайских каникулах на сегодняшний момент? Понятно, что может произойти все, что угодно, но людей хоть порадуй чуть-чуть-то. Да, просто тот сезон вообще был, ты знаешь, он был весь в разъездах, просто кошмарно в разъездах. Я весь сезон проездил, везде, там что-то подготавливался, в Австралии, к Австралии подготовился, там где 422 пошел тянуть, сорвал мозоли, и мне нужно было просто отдохнуть, реально отдохнуть. У меня декабрь, я последний раз, последний крайний семинар провел, 26 декабря, у меня был крайний семинар. Когда мы вылетели уже на... А мы полетели 4 января уже, я уже полетел, и думал, там был и Бадюк, там и Болевы. Я думаю, нафиг никого не хочу видеть. Я тебя услышал. Не хотел не видеть, потому что надо просто было лечь и 2 недели вот так вот, ну иногда выходя в Паттайю, там пожрать чуть-нибудь, вот так вот лежать и все. Я так и сделал, вот все. Поэтому в этом году сейчас подобьем все финансы и желания есть. Ну как я и людям и говорил, мы хотим, но кризис может немножечко... Подобьем, подобьем все с деньгами, и я думаю, что должно все получится. Дай бог. По крайней мере, я уже его так вижу, как он, с моей стороны, как он будет. Я не говорю, что там я буду перетягивать на себя одеяло. Часть будет, один день будет принадлежать мне. То есть как Ляевский день. То есть будем жрать пельмени. Надо будет купить пельмени с собой или сказать, чтобы приделали. Все будут есть. Повезем с собой, что... Даже все будут есть пельмени. В том году возили гречку, в этом году пельмени. Вот, пельмешки с уксусом там туда-сюда, соляночки там сварить, чтобы такой... Как Ляевский день будет. Как Ляевский день будет с солянкой, с пельменями. Грамм в день? Может быть, грамм в день. У меня грамм в неделю. Грамм в день. Это что мне надо? Это тренер твой сказал. Это тренер сказал. Грамм в день. Поэтому вот так. То есть делаем вот так. И силовой стрим будет. Ну дай бог. Но я буду чистый. Ну грамм в день, это же чистый, ё-моё. Что такое грамм в день? Не, ну на самом деле планы далеко идущие у меня. Я немножко о другом сейчас думаю, поэтому... Поэтому... Пять часов я ехал. А ладно, откуда ты? С базой. Саня, ну... Здорово. С приезда? Конечно. С первого не видела. Олёо. Спасибо, Пусть. А что такое, Ксения? Нет. Хотел сделать тебе практические подарки, ну которыми пользоваться. Ну носочки там, трусишки там, на пасты, а они нету, да. Всё такое. Я думаю, что же тебе подарить. И решил тебе подарить то, что бы я подарил в таком случае сам себе. Да? Ну, то есть сам лучший подарок в таком случае. Бонг. Да. У меня как-то... У меня... Это было автоматически. Поэтому у меня получился такой набор. Элитный алкоголь. Отлично. Это я для себя купил. Убрал вам в стороночку. Элитная жуачка. Как тебе. Это тоже мне? Всё. И самый практический подарок. И это уже тебе. Это анти-пахмелин. И это тоже мне. Объясню практичность. Ну, так как я к вам ещё в гости буду приходить, там, чтобы у меня было чем угощать, вот я тебе сразу дарю. И ты без меня не пейте, да? Да, неудобно к сферам. Ты хоть мне привет расскажешь? Да, отдельное слово. Спешил, не смог купить цветы, зато мы у Димы жуачку забираем. И дарю тебе. Настоящая итальянская жуачка. Кстати, волшебная. Когда у тебя будет плохое настроение, здесь аннотация уже написана, то есть зажёвываешь, начинаешь улыбаться, как этот чувак. И будешь улыбаться, пока не выпрынешь. Ты что, будешь улыбаться? У меня челюсть будет болеть. Я тебе сегодня три подарю. Вижу, что ты уже вышел. Завтра у нас серьёзная встреча. Чтобы, ну, ты был свежий, то всё. Я тебе вот этот уже подарю. Зелёный змей. Могу закатать не четыре, тебе две и мне две. На сегодня. Отрезавляющий набит. Да, кстати, пещераверят, что там улучшают всё. Дорогая, прости. Я просто спешил. Ты три часа ехал сюда. Пять. Пять, да. Молодец. Я старался, да. Слушай, ты что, накачался? Чё, у тебя трапеция стала торчать? Нормально. Пресс меньше стал уже. Вот, нажми, куда меньше. Пресс больше. То есть, живот меньше, пресс больше. Как дела. Хорошо. Ждали тебя. Да, ничего, Васянка. Чё нового? Да ничего, чё. Сейчас на базе тренируюсь потихоньку. Я так смотрю, ты же парочку отсюда сжевал? На какой базе? То есть, поулыбаться? В одного. Ты чё? Сборная. Сборная собралась. А, сборная сейчас по домам, кстати. Ну, они на миде готовят. Чё тебе говорят? Нет, ничего. Ну, и воним. Я говорю, ну, мы будем готовиться к миру мячок там. Да нет, там, наверное, ответ. Отдохни. Пока. Ну, я не выступил на Ассии. Да мы с Яшей, мы с Яшей разговаривали, с Каном, с Яшей разговаривали. Он говорит, чё ты думаешь, что повод это было в Америке? Чё ты думаешь, что повод это было? Тебе. Я наготовила. Спасибо. Сейчас покушаю. Я ещё не кушал, да. Вот, то есть, я говорю, ничего не думаю, валить им надо, и всё. У тебя точно такая ситуация, как у меня. Ну, да, похожая. Ну, что они, кому неинтересно, понимаешь? Идёшь, там, прорвёшь 210, идёшь там далеко от России только, 153, при том, тренируясь не на сборах, а главный тренер сидит, и тебе не израсти, не до свидания, не удачи, ничего. Просто иди, смотри, как ты. Ну, поднимешь, не поднимешь, айца этого. Ну, у меня Виша-то, эхо, дисквал вот этого идёт. Не могу вот у себя вот эту практичную команду создать, чтобы нормально и тренировались, и могли продвинуть куда-то. Ну, что-то, ну, это было. Езжай во Мире, помню. В ноябре поеду. Ну, посмотрим, надо подумать, да, Димон. Димон, я соскучился по твоей карьере. Соскучилась. Слышишь, слышишь, сейчас я с народу скажу, Кляйн, агитирует в Америку ехать. Только бы поднимать штангу. Давай, если на семинары едет. Ну, я тебе скажу, я в 33 ещё был конь, копытом был так, что 34. Мне здоровье ушло в 13-м году. Да здоровье у него до хрена. Нездоровье же у него делают. А в чём? Политики? Он знает. Здоровье он как раз не жалуется. Не, поэтому я тебе говорю, я так говорю, что время есть. Сейчас уже по мужикам выступаешь, там, это не по юнёрам, это по юнёрам надо было. Я согласен с вашими словами. Есть то во имя, есть с Димоном. То, что, да, действительно, наверное, стоит как-то, ну, ползать. И переждать, да, переждать, поднять себя, там, в плане финансового, тоже, больше внимания уделить вот этой стороне, как бы, популяризации, да. Мероприятия могут абсолютно быть разные, как семинары, так, разные лагеря, как вы думаете, делали, ну и так далее. В принципе, это может построить платформу финансовую для будущего. Какую? Ну, потому что, ну, ситуацию у всех разных, мне это поможет. Потому что я всё время сейчас сам по себе и всё впритык. Я от этого тоже устал, устал от этих подготовок, устал от этой ситуации, когда другие лежат, мечтают на кровати о чём-то левом, а я вижу и думаю, как мне вообще деньги найти на следующем месте. Что делать? Как бы, как обеспечить подготовку, как обеспечить. То есть много энергии ещё на это уходит. Так как на данный момент меня поставили только недавно, месяцем три назад на официальную зарплату 15 тысяч рублей. Всё, всё, что мне дают от государства. Всё остальное я делаю со собственными силами. Поэтому это тоже у меня забирает какую-то часть эмоциональной, от государственной, ну, балланды этого резервы. Всё циклично, всё повторяется. Я думаю, всё одинаково. Так как было всё. Если что-то мне рассказывать, я через это всё прошёл. Самое главное, что... Ну, я согласен с твоими словами, что нужно где-то делать вот такие объединённые мероприятия. Пусть, да, финансово, может быть, где-нибудь Дима прав, а это не будет выиграть. Проиграем. Мы проиграем. Но зато мы выиграем в плане нашего развития в медийном плане. Это привлечёт внимание многих. От чего можно будет отталкиваться на будущее. В конце концов, мы просто скажем, скиньтесь по доллару. Просто скиньтесь по доллару на подготовочку. Представляешь, у меня... Кстати, предложили же под этим... Сот тысяч долларов. Тысяча как там, или не знаю, сто пятьдесят. Сот тысяч долларов. Там у тебя, я не знаю, сотня. Тоже сотня. У меня двадцать тысяч просмотров много. Ну, двадцать тысяч долларов. Ну, двадцать тысяч долларов. Кстати. У кого? Есть. Блогеры собрались, смотрите. Блогеры. Колись, почему много просмотров? Почему больше ляба из зоны? Потому что люди любят говно. Вася, ты понял? А поэтому... И на следующий день... На следующий день... Снимай говно, Вася. А теперь я пошёл в туалет. Бээм! Стадам! Два миллиона просмотров. А вы видели последнее видео, где Вася снял своё говно? Фу, он начали, когда показал, подумал, ну, присмотрел, смотрел на череп. Пошел, попал. На черепах, на уход. Да-да-да, ещё на лапкой машет. Шоу-бизнес. Шоу-бизнес. Идея для майки. Ты тоже заметил, просмотров много, да? Ну, мы с Аши, допустим, разговаривали. А мы поменяли сейчас ещё этого самого спонсора, партнёра поменяли. У нас было ВСП, партнёр. А мы сейчас поменяли на какого-то такого, что если у нас будут... Если у нас будут красть видео наши, опубликовать. Потому что мы однажды, когда только тюрьму опубликовали, там у одного чувака какого-то с Польши 10 миллионов просмотров там за месяц набежало. Где Макс топорами крутит. А сейчас мы поменяли такого партнёра, который делает так, что те видео, которые у нас крадут, с тех видео нам тоже бабки будут капать. Объясните мне, пожалуйста, что такое партнёрская программа. А ты что, не подключен? У меня вообще ничего нет. Мне надо подключиться. Ну вот я подключаю, а что это всё такое? Партнёрская программа, они, короче, распространяют на твоём контенте, на твоих видео рекламу. То есть, приходит человек с рекламы, вот, ну там, ну через Ютубе, да, приходит Сбербанк, говорит, вот нам нужно там, куда-сюда распространить телеграмму, там, куда-туда-то, там-то, 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 там-то. Они начинают, то есть, сдают за это деньги этому партнёрскому каналу. А партнёрский канал, часть денег забирает себе, а часть денег даёт тебе монетизация её за твои видео. А что надо сделать для этого? Для этого, там, тебе должны прийти лично сообщения. Здравствуйте, меня зовут Валерия. Я являюсь там, агентом партнёрского канала VSP. Мы предоставляем такие-то услуги. Если вы согласны, там, дайте знать, я согласен. Они тебе высылают контракт, начинаешь туда-сюда-сюда. Вася, у тебя есть партнерская программа? Не, делай. Разделай. А у тебя есть дела? Единственное, что монетизироваться перестает, если там чьи-то проскакивают фрагменты песен, фильмов. Могут, ну, за... Ну, есть определенный список допустимых. Есть допустимых, которые мы тоже нам... Нет, есть там, которые есть. На самом ютубе ты можешь монтировать и вставлять. Есть программы в интернете. Программы, так и написано, музыкальные композиции, на которые не заявляют в ютубе права. И ты захочешь музыку накладываешь, а потом через какое-то время, через полгода, хоп, тебе говорят, авторское право. И ты вот, Яша, такой, ёкарлы-бапай. И у нас столько было этих... И мы сейчас, у нас вот тюрьма была, да? Насколько важна обработка. Вот тюрьма, когда монетизировалась, да, вот она до миллиона у нас дошла, она монетизировалась у нас... Ну, когда нам приходила жалоба на нас, мы отключали в эту музыку, и шел просто тишина шла. Вот с этой тишиной даже, мы довели до миллиона, и после миллиона мы взяли и отказались от монетизации и включили музыку, которая была. И у нас они опять поползли в вес. Я сейчас вообще не понимаю, о чем разговариваю. Я сейчас не понимаю. Они попоследят кто? Просмотры. Я вообще не знаю, что такое. Мне Ленка что-то говорит, подключи, подключи. Я говорю, что подключить? Возьми, подключи. Ты же говоришь... С другой стороны, у тебя нет рекламы, вот это, знаешь, не включается в начале, вот эта херня не появляется. То есть у тебя подписчики больше лежат, когда нет рекламы, да? Все сразу раз пошло видео. Друзья мои, мне надо подключить монетизацию или не надо? Там это, поставьте галочку. Да, нет. Если надо, подключим. Вообще об этом не спрашивают подписчиков. Ну а как, ну как? Ну я же не могу. Видео скажет, нахуй на рекламу. Да? Мишаня, а ты спрашивал своих подписчиков про это? Маш, ты не галочка. Послушай, послушай. На тот момент, когда я включил монетизацию, с 2008 года моему каналу, сейчас скажу, с 2008 года получается 7 лет. В марте 2014 года у меня было 12 тысяч подписчиков. И ты их не спросил? В марте, да. Я понимал, что при всем уважении к 12 тысячам подписчиков, из них где-то в 1008 было иностранцев, а по 1004 было наших. И все в уважении даже к нашим подписчикам, я просто понял, что 12 тысяч это не так много, что, ну, это не та аудитория, которая страдала бы от просмотра рекламы. В 10 секунды? В 10 секунды, да. Поэтому мы заключили контракт с партнерским каналом и все. И у нас за год набежало. С марта 2014 года, сейчас, по сентябрь. Я просто сделал ради того, чтобы нужно было флот предоставлять. Я помню. Не понимаю. И скачки пошли после чего? Скачки пошли после тюрьмы, после шпака. После этих самых. Те же делают. Ну, а какие-то события, они прибавляются. У Вася делал, ой, Миша тренировку делал в тюрьме. Съемки тюрьмы? Тюрьмы, да. И они там дали. Наташа, кстати, после нашего видео, когда мы снимали с ней реальную качалку с Натальей Трухиной, она стала востребована. У нее даже сейчас теперь спонсор появился. Спортивное питание, забыл, как называется. Так, у Вася пошел мыслительный процесс. Где бы снять? Что у нас поблизости в Рузе есть или в Чехне? Посоветуй, Ваську, к начинающему блогеру. Как себя вести? Вась, Ниш тебе посоветуй к начинающему блогеру. Я тебе советую. Тоже можно снять тюрьму твою. Ты сможешь на свою тюрьму снять. Знайти какого-то персонажа, типа Макса Новосева. Там есть. Типа шпака. Он сейчас выйдет, он уже выйдет звезда. У него там на Фейсбуке 20 с лишним миллионов просмотров этого видео. Сколько? 20 миллионов. Фейсбук, ребята, Ютуб по сравнению с Фейсбуком и Инстаграмом, это отстой. Фейсбук, Фейсбук это сила. Там просмотры. А для реальной качалки самый нестандартный персонаж, над которым ты разбито, раздумываешь, есть? Который был и который... Нет, который и будет, который ты и думаешь еще. Я спрашиваю, ты говоришь, чтобы... Курицан. С Курицан, да? Конечно. А ты с ним еще не это... И что? Все, то у него времени, то у меня, но я с удовольствием бы с ним снял качалку. Можно я встряну? Конечно. Знакомь меня с Курицаном, я очень хочу... Вот его вот я хочу снять с твоей передачи. Я сам хочу с ним сняться. Давай вместе захотим эту серию. Да давайте его снимем, мы просто его привезем сюда. Сколько стоит снять с Курицаном? Я не знаю, ну... По крайней мере... Слышишь, Зиган поздравляет. Да. Я ему сказал, что мы сидим здесь с ребятами, он говорит, вы где я приеду? Не пройдет, да? Я вот, допустим, если я буду возвращаться в село в экстреме, я даже буду на первом стебане выступать. Начиная с маленьких стартов. Димана, ты бы смог вернуться в бодибилдинг? В бодибилдинг-то? Да я из него и не уходил, да. Не, ну соревновательный, я имею в виду. Интересно? Вот, получается, Эмильяненко интересно, что ли? Если бы бодибилдинг был бы культовым видом спорта, как ММА сейчас, если бы он действительно влиял на политику, потому что политика бодибилдинга ясна. Бодибилдинг на самом деле, он находится... Подожди, ну это какой-то расчет уже получается, а не собственные внутренние интересы. Где Квард? Федина? Федина, да. Внутренний интерес. Ну да, то есть какой-то расчет получается. Почему расчет? Не то, что... Блин, ну человек, ну все, выиграл, что можно по сто раз, блин, ну куда и что-то. Да он уже живой, почему нет? Азарт, если у человека азарт есть. И куча мотивации. Если у него появилась мотивация, что простимулировало его? Я тебе говорю, если человек ушел с головой в православие, значит он думает не как все. Если он ушел в религию, он понимает, что он в этом видит силу не только для себя, но и для других. Значит он болеет этим. И я могу предположить, что он болеет и тем, что происходит сегодня в стране. Поэтому он решил такую взять на себя эту ношу. Опять вернуться в спорт. Я просто на сто процентов уверен. И то, что ты говоришь, вроде он там был в политике. Можно быть, понимаешь, быть в политике и не быть политиком. Политиком, понимаешь, им рождаются, наверное, и политиком, наверное, становится. Но вот Федя, наверное, и не родился, и не стал. Вот и все. То есть достиг того уровня, почувствовал, что это не его? Ну, он в жизни, ты представляешь, но он... Ну вот это как люди, которые, знаешь, всю жизнь на войне, да, его посадили в штаб. Дали ему погоны, звезды хорошие. И он сидит в штабе, там, на разнарядке и распоряжение делает. Ну, и уходит, там, раз в неделю, там, на плац, там, посмотрит, там, построй, там, все, там. Ему там отдадут честь. И он опять ушел, сел в машину личную, там, с шофером его отвезли домой. И все, это что, жить, что ли? Ну, вроде, да, да. Вроде, там, был когда-то героем, да. А самому-то на курорт-то хочется нажать. Кому-то еще, у самого-то, самого-то еще молодой. Самому хочется, там, и разгрузку одеть, да. И патроны пособирать, там, да, и побегать, там, повоевать. Вот, наверное, с Федором такая же ситуация. Я сейчас говорю, если бы не мои травмы, Димыч, я бы по штанге бы с удовольствием выступил. И на твоем бы турнире бы выступил. Ну, не держит у меня рука. Я в один рычаг 200 килограмм на грудь вот так плоду. Понимаешь? И раньше, когда... То есть у тебя же еще остается тяга? У меня тяга и присед, все. Ну, протяжки я могу делать. Не, ну, именно соревновательный я имею в виду, тяга и присед, да? Тяга, присед. Жму я, но надо не тот же руку делать. Поэтому, как бы, живешь вот этой цели, там, надо руку сделать. Вот цель. Вот есть желание жить. Понимаешь? Там... Ведь информация, это тоже не просто там срубить бабла на этом, да? И произвести какой-то эпатаж. Это такая же, тоже цель, которая заставляет жить. Я спортсмен, я не помню своего детства толком, да? Такое вот тогда, там, 12 лет, после 12, я не помню. Оно у меня слилось сразу. Такое раннее детство, детство, ранняя юность, вот, и сразу же она ушла в спорт. И все. Поэтому я, как тебе сказать, всю жизнь, вот так вот, от старта до старта в жизни. От старта до старта, от цели до цели, от цели до цели. Я так привык, это как бы, ритм жизни. Все. Поэтому ставишь себе задачи какие-то. Поэтому, у дебилника, это тоже небольшая цель. Самое главное, никому этим не мешать. Я всегда говорю, что... Мужчина, одно из качеств мужчин, мужчина, это не вмешивание своими какими-то действиями в дела других людей. Не мешая никому жить. Тем самым, это все. Не то, чтобы быть безучастным, а именно принимать какие-то решения, не травмировать там и не задевать интересы других людей. Или личной жизнью других людей. И уже очень с давних времен вообще никаких пасквилей и каких-то еще вещей не стараюсь не писать. Потому что сейчас миленеум. Время такой, век информации, которая возвращается очень быстро к тебе. Негативная, негативная возвращается. Позитивная, позитивная. Скажи, что не позитивная. Позитивная. Все ништя. Пацаны. 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 Все нормально. А это в тубзик с пики жечь. Нормально все. Друзья мои, вот пацанов, которых вы увидели сегодня на камере в этом видео, я очень хочу, чтобы эти ребята и не только оказались на вторых тайских каникулах. Если вы за, просто лайк поставьте. Я никогда этого не прошу, но взял пример. С этих профессиональных блогеров. И прошу вас, поставьте лайк этому видео. Если лайков будет много, они все поверут. Они лайк поставят только за то, что у меня сейчас леща такого посадят. Потом на видео посмотришь. А они все равно хлоков не изменим. Я клеву леща спел дать еще. Барно. Нормально. Еще один одного леща. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok